Все, начинаем, готовься. Валидол есть у тебя? Началось, Фавер Вольфович, прошу. Сейчас я говорю, вами перечисленные лица в прошлом веке были в списках и были убраны оттуда по указанию вашего руководителя вашей партии. Я лично к нему пришел в кабинет, и он сказал, это преступники, это всех выбрал. Нам сделали замечание, мы всех вычеркнули. Вы публично признали, что партия ЛДПР является магнитом для криминалитета и коррупционеров. Вот совесть есть у человека? Работал в ФСБ. Вот такие подлые сотрудники ФСБ страну завалили. Вы наглец! Это самая подлая партия в мире! Это КПСС было говно, а это трижды говно! Хейнштейн на 8-е ждет. В конце передачи я его арестую. Вот, Валер Жжетов. Валер Жжетов. Вы бегаете где-то по помойкам, по науискиванию МВД, ФСБ и пытаетесь каких-то людей в чем-то обвинить, и за это получаете зарплату. Замешан ли Жириновский в коррупции? Что он ответил, ваш генеральный прокурор? Нет ни одного факта! Ты во всех туалетах посматриваешь, что как сырье. Ты везде в кровати лезешь, что с кем спит. У меня все чисто и все честно. Мы никогда не прикоснулись к государственному бюджету. Мы ни одну фирму не разорили. Мы не взяли ни одного рубля, ни у одного гражданина. А вы грабите 12 лет всю страну. Все занимались коммерческими делами. Все занимались в преступных схемах. Страна мучается и умирает каждый год миллионы людей. Кругом бандиты, воры, мошенники. Кругом бандиты это правда. Помогите, Эйкенштейн! Не кричите. И вам участники войны срывают ордена и направляют ваше правительство. Потому что вы их обманули и не дали им квартир даже участникам войны. А вы это какое отношение? Я не воевал. Я не об этом говорю. О том, что вы лжете 12 лет. Вы ничего не выполнили. Вы не дали квартир кому обещали. Вы не построили дорог обещали. Вы не решили проблему с здравоохранением. Я переживаю за то, что отменены дуэли. Потому что когда хамят, оскорбляют тебя или твоего товарища... Не хамите вы, парень. Это ничего не можешь сделать. Не хамите. Вы в ФСБ работали, туда идите работать. Там не хамят. Не надо идти в публичную политику. Время. Вся страна вас освистывает. А у вас хватает совести еще выходить на трибуну. Ваши люди или сидят в тюрьме, или в списках на посадку. То, о чем вы говорите, называется конфликт интересов. Я правильно понимаю? Нет. Депутат не имеет права ничем заниматься. Ничем. Захватили всю промышленность России. Все рудники, все золотые прииски. Откуда у них эти миллиарды, миллиарды по списку Форбс, проходят. И сегодня эта страшная болезнь поразила все органы. И единственное спасение, главное, лучшее лекарство, это чтобы Единая Россия проиграла 4 декабря. Криминал, организованная преступность по-прежнему остается одной из главных угроз для существования России и для ее завтрашнего дня. И отличие Единой России от других партий, в первую очередь от палки ЛДПР, в том, что мы в состоянии признавать ошибки и в состоянии избавляться и отказываться от людей негодных и недостойных. Это вы всю страну коррумпировали. Вы всю страну сделали бандитами. Если что, у нас есть в зале специалист по оказанию медицинской помощи, если потребуется, что Ланимович что-то разволновался. У нас в зале все есть. Я так волнуюсь, 22 года. И я, кстати, поддерживаю то, о чем говорит Владимир Вольфович, в части сменяемости, в части ротации, потому что должны, конечно же, идти молодые. И предлагаю, Владимир Вольфович, начать с себя, потому что у власти вы находитесь 22 года. И можем 40 находиться. И вас-то... Это не ваше собачье дело. Мы говорим о сменяемости. В исполнительной власти гнать подальше губернаторов ваших, министров, вашу администрацию, причем без общественной организации. Вы еще церкви будете командовать? Кто там должен быть патриархом? Когда людям нечего отвечать, и когда люди понимают, что они находятся в тяжелом положении, они начинают устраивать из этого истерики. Тебе не стыдно, Сань, что ты в партии процветающей коррупции? Мне не стыдно. Дорогие избиратели, вы видите, какая это страшная организация. Она страшнее КПСС. КПСС сдавала власть. А эти сказали, мы власть не отдадим. Они! Они вам власть не отдадут, если вы будете за них голосовать. Ни одного голоса Единой России. Все на избирательные участки. Все следите. Без фальсификации они не получат даже 30%. Все за ЛДПР.